Добрый вечер! Прямо сейчас я расскажу о самых значимых криминальных событиях республики. Главная тема выпуска – финал громкого процесса по убийству студентки в Визинге. В пятницу Сысельский районный суд вынес приговор Василию Фролову. Жители села Чухлом обвиняли в жестоком убийстве Александры Болинска в июне прошлого года. Напомним, изуродованное тело девушки нашли в лесополосе на окраине Визинге. Следствие выяснило – преступление заранее не планировалось. Все вышло спонтанно в ходе ссоры между молодыми людьми. Из зала суда – репортаж Романа Истомина. Василий Фролов не возражал проведению видеосъемки в зале суда, но позировать не стал, наоборот, старался спрятаться от объектива телекамеры. Судья Лариса Гайнединова полностью приговор зачитывать не стала. Процесс был закрыт для общественности, поэтому огласили только вводную и результативную часть вердикта. На это ушло чуть более 10 минут. Интимный подтекст этого преступления был очевиден сразу, хотя бы потому, что убитая была обнажена. Факт изнасилования эксперты не установили. У обвиняемого была своя версия событий, предшествующих преступлению. Несмотря на то, что многие детали уголовного дела были известны в СМИ, мотив для журналистов так и остался загадкой. Установить, что там у них произошло, когда потерпевшей нет и обвиняемый может поручить потерпевшую. Это вопрос времени. Поэтому я думаю, что мы здесь с мотивом самым тщательным образом разберемся. Но из того, что он заявляет, якобы у них произошла ссор. Ну и сказал, пойдем где-нибудь расслабиться. Я поздно. Поехали на автодром. Потом я повел убивать и все. Нет, ну что произошло, коротко, без лишних подробностей. Но из-за чего решили убить тебя? Ну, на смелость там. Ну, конфликт какой-то произошел или что? Для райцентра, где жизнь тиха и размерена, жуткое преступление прогремело, как гром среди ясного неба. Нехватку официальной информации в первую неделю жители района сполна компенсировали слухами. Один страшнее другого. То о заезжем маньяке, то о групповом убийстве с участием медицинских работников. У следствия, которое по крупинкам устанавливало картину преступления, такое сарафанное радио отнимало драгоценные силы. Когда эти клубок начинаешь распутывать, 10 человек от одного к другому идешь, этот от того-то слышал, этот от того-то слышал, выясняешь, что никто на самом деле ничего не слышал и не знает. Вот это, говорю, в маленьких населенных пунктах. И это массу времени отнимало, потому что изначально выглядело правдоподобно, и люди уверенно утверждали, а потом проверяешь эту информацию, и абсолютно ничего не подтверждается. И вот к концу мы очень много времени уже стали вязнуть вот в таких вот нелепых историях, которые местные выдумывали сами. Причастность Василия Фролова подтвердили экспертизы ДНК и его собственные показания. Откровения со следствием существенно облегчили участь фигуранта. С учетом положительных характеристик, ему грозило только две трети от наказания по статье убийства, а это до 10 лет лишения свободы. Суд назначил возможный максимум, плюс прибавил заглумление над телом и непогашенный срок за кражи. В итоге 11 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Мало. Вот сынки сказали, что мало. А что бы вы хотели? Какое наказание? Вообще пожизненно считать лишить дочери. Суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей в полном объеме. Когда приговор вступит в законную силу, за моральный вред Василий Фролов обязан заплатить ей 1 миллион рублей. 25 марта в Печоре на переезде пикап столкнулся с пассажирским поездом. В ДТП пострадали 4 человека. Из-за аварии железнодорожному составу даже пришлось остановиться и простоять на путях около 10 минут. Авария случилась в 6 утра на выезде из города в направлении поселка Белый Ю. Водитель, управляя автомашиной «Форд», при движении по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом скорого поезда «Воркута-Москва». Водитель и три пассажира получили тяжелые травмы и переломы. Все они были пристегнуты ремнями безопасности. По факту аварии проводится проверка. Владельцы внедорожника автоинспектора отправили на медицинское освидетельствование. Был ли он пьян в момент ДТП? Предстоит установить врачам-наркологам. 20 марта сотрудники столичного управления МВД совместно с бойцами полицейского спецназа ликвидировали очередную кустарную лабораторию по изготовлению дизаморфина. Кустарное изделие варили в обычной квартире в местечке строителей. Выяснилось, турман предназначался не только для собственного потребления, но и для продажи. Детали спецоперации в репортаже Максима Катаева. Выйти на кустарную лабораторию силовикам помог случай. По подозрению в совершении кражи была доставлена жительница города Сыктывкара. После чего в ее квартире был произведен обыск. В ходе обыска у данной гражданки было обнаружено наркотическое средство. В ходе допроса гражданка пояснила, что указанное наркотическое средство она изготовила на одном из наркопритонов по улице Карьерная. За нехорошей квартирой оперативники установили круглосудочное наблюдение. Информация подтвердилась. Обитатели квартиры визита полицейских явно не ожидали. Хозяина квартиры и его троих гостей оперативники взяли с поличным. После дегустации свежеприготовленного дурмана. Все комнаты были буквально завалены остатками наркотической кухни. Силовики обнаружили прекурсоры и множество шприцев со следами красной жидкости. Готового дизаморфина. Хозяин квартиры пояснил, что да, действительно, он предоставлял свое жилье, где спокойно могли варить данное вещество. То есть, в принципе, содержал притон. Также граждане, которые были там задержаны, пояснили, что действительно, очень часто, периодически, они на данной квартире изготовляют дизаморфин, который употребляют сами. И, естественно, в принципе, продают. По подозрению в организации притона, хозяина квартиры взяли под стражу. Ему грозит 4 года колонии. Гостей отпустили на подписку о невыезде. За незаконное производство дурмана всем любителям кустарного варева грозит до 8 лет лишения свободы. Усть-Коломский суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. 24-летнего жителя села Руч Андрея Чувьюрова обвиняли в том, что он насмерть задавил Максима Мазымова, хозяина машины, за рулем которой он находился. Родственники потерпевшего настаивали на умышленном убийстве. Наталья Литкевич уверена, это был несчастный случай. ЧП случилось 1 октября на 29-м километре дороги Усть-Колом-Руч. Пьяный водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением. Его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Максим Мазымов с приятелем Андреем Чувьюровым пытались вытащить железного коня из лесополосы. Автовладелец толкал, поскольку был физически сильнее. Пассажир сел за руль. Машину не глушили, сел за руль. Потом, ну, что на ручнике было или нет, я не смотрел. А Максим что делал? А Максим в это время встал и хотел, чтобы потом, что он как бы спереди. На что машина как бы повернула. Я дал, поселение нажал на газ, тут горку только с разгон. Начал отпускать сцепление, и машину резко подниму в горы. Андрей тоже был пьян. Кроме того, не имел прав и опыта вождения. К тому же, в силу особенностей конструкции коробки передач 14-й лады, он перепутал первую скорость и задний ход. Чувьюров газанул, машина резко двинулась вперед и придавила Максима к дереву. Парень испугался, отправился в село Руч и сообщил о трагедии. Когда на место приехала скорая помощь, Мазымов был уже мертв. Вдруг, если бы не убежал, как говорят медики, если бы оказал помощь, попытался поднять машину, приподнять, вытащить, как бы по экспертизам, вывод такой, что человека можно было спасти. То есть, если бы он предпринял какие-то попытки хотя бы, вытащить машину или машину приподнять, то человек бы выжил. Умысла в действиях Андрея Чувьюрова правоохранители не усмотрели, несмотря на категорические протесты родственников. С учетом, конечно, осмотра места происшествия, других обстоятельств, которые были установлены в ходе следствия, версия, то, что действия пассажира носили неосторожный характер, нашла своего подтверждения. Усть-Куломский суд признал Андрея Чувьюрова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 10 месяцам ограничения свободы. На протяжении всего срока парень будет обязан находиться по месту жительства и носить специальный браслет с датчиком слежения. Вердикт в законную силу пока не вступил. В Сыктывкаре три экипажа ДПС около часа преследовали машину такси. Водитель «Лада-9» пытался скрыться с места ДТП. Во время погони нарушитель чуть не избил пешехода. События разворачивались в час пик на оживленных улицах столицы. Автоинспекторы сделали все, чтобы сначала вытеснить лихача на окраину города, а затем задержать. С участниками спецоперации встретился Антон Булаев. Вечером 19 апреля на Октябрьском проспекте в микрорайоне «Орбита» в автомобиль ДПС врезалась легковушка. За нарушителем началась погоня. Водитель «Девятки» сначала свернул на улицу Орженикидзе, затем на индустриальную. Там его попытался заблокировать другой патрульный экипаж. Инспектор выбежал навстречу беглецу. Водитель «Лады» всячески пытался уйти от преследования, порой провоцируя другие машины на совершение ДТП. На одном из пешеходных переходов нарушитель чуть не сбил человека. Водитель подвергал жизнь и здоровью граждан, грубо нарушал правила дорожного движения, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полустречное движение и совершал маневры поворота, где такие маневры запрещены. Водитель «Девятки» прижаться вправо остановиться. Водитель игнорировал требования сотрудников ГИБДД об остановке. На улице Нагорная, местечке Тиньфюки, машина на полном ходу врезалась в сугроб. Сотрудники ДПС бросились к нарушителю. За рулем находился 30-летний мужчина, которого полгода назад лишили водительских прав. Впрочем, это обстоятельство не помешало ему заниматься частным извозом. В ходе задержания было установлено, что в автомобиле ВАЗ-2109 находились три пассажира, две женщины и один мужчина, которые пояснили, что во время движения они неоднократно говорили водителю о том, что необходимо остановиться на требования сотрудников ДПС, но он не слушал их и продолжал движение, нарушая правила дорожного движения. Нарушителя задержали, а его автомобиль был отбуксирован на штрафстоянку. За езду без прав мужчину на пять дней поместили в спецприемник. Также за оставление места ДТП и невыполнение законных требований сотрудников полиции ему грозит новое судебное разбирательство и несколько суток административного ареста. Кроме того, пассажиры имеют полное право требовать у таксиста возмещения морального вреда за такой экстремальный сервис. На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. Обзор криминальных событий недели проведем в пятницу, а я передаю слово ведущим информационного канала Северин, Евгения.